На этом участке дороги нужно быть аккуратнее не только водителям, но и пешеходам. Ремонта на въезде в квартал деревни Татарки не было по подсчетам местных жителей уже порядка 10 лет. И в этом году я повредила свой автомобиль, я сломала бампер и теперь мне никто это не возместит, никто даже мне... То есть это все на мой счет, на мой карман. Жители деревни не только регулярно делают выручку автосервисам, но и своими силами пытаются ремонтировать местную дорогу. По возможности ямы засыпают щебенкой, хватает ненадолго. Еще одна проблема Татарок – отсутствие освещения. Света нет, света нет. Страшно ходить? Очень страшно. И с учетом, что у нас такая страшная дорога, боишься упасть и все вооружились фонариками, когда идут с работы, например, с электрички, и светят себе под ноги, чтобы не упасть. Или в лужу, или в яму, или куда-нибудь не свалиться. Этот въезд в деревню проходит по участку, который оказался в частной собственности. Жители опасаются, сегодня-завтра его могут закрыть. Но если по нему проехать все же можно, то потому что на картах официально считается дорогой и пешеходу пройти непросто. Это официальный проезд, который у нас должен быть, но мы видим наглядно, что здесь произойдет самозахват через ручей, речка Островня, не ручей, а речка Островня. Через нее нету проезда. Семья Хохреных живет в деревне несколько лет, воспитывают двоих детей. Старшая дочь-инвалид перемещается на коляске. Дорогу, вы видите, она без ступенек, то есть пройти по ней невозможно на коляске, мне приходится ее поднимать вместе с коляской, так как ходить она очень плохо ходит. Дорога единственная освещенная. Сотрудники администрации округа говорят, ямочный ремонт в деревне все же был. Проведут его и в этом году. В деревне Татарки в соответствии с поручением главы Одинцовского округа мы в текущем году сделаем профилирование с использованием асфальтобетонной крошки и будем планировать данную дорогу для включения в бюджет, проведения ее ремонта, это, наверное, освещение установки, то есть новая линия освещения уже капитального ремонта в 2023 год. Пока жители деревни Татарки радуются приходу весны, ведь световой день стал длиннее, значит ходить по местным дорогам можно будет безопасно. А там и обещанный ремонт не за горами. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.